Детская шалость или подростковая алчность? Что же именно стало причиной тяжелой травмы 13-летнего мальчика, выясняют сейчас правоохранительные органы. Леша Гирич зарез на трансформаторную будку и получил удар током такой силы, что оказался в реанимации. У меня пальцы, он здесь практически отрезал ток. И на ноги пальцы. Вот это место, видимо, между указательным и большим пальцем кости, видимо, все сгорели и сухожили. Четыре дня я лежал в реанимации. Мы играли с другом в пятки. Друг залез в не рабочий трансформатор, а я залез в рабочий трансформатор. Вот меня там током стукнуло. Наверное, хотел, чтобы подольше его поискали. Не могу даже сказать. Мы просто бегали, бесились. Откуда я знал, что он туда вообще полезет? Я его не заставлял, я ему ничего не говорил. Он сам туда залез. Я откуда знал, что он вообще туда полезет? Там ни табличек, ни ограждений, ни замков, ничего не было. Там ноги лазили всем, видать, везло. Ему не повезло. А там вообще ни проводов, ничего. Там обычно ставки должно быть, ни ставок, ничего там не было. Вот один провод, только кусок вверху висел. И вот он сел, когда, чтобы легче подняться было, он схватил за этот провод. Обычно на ТП, на всех ТП, должны стоять замки и закрыты, если там находится напряжение. А на это находится ТП возле фермы. Фермы у нас давно там нет, там одни оскаллы. И почему там только оставили, я вот этого не знаю. А вот у энергетиков другая версия. Они считают, что подростки воровали цветной металл. Двое жителей сломали вот этот вот висящий замок. Открыли двери. Вот здесь у нас находятся провода, которые, вторые концы, которых мы видим вверху. И пытались их похитить. Никто не верит, что в 15 лет и в 13 вдвоем можно играть в прятки и от кого-то друг к другу прятаться. Это, мне кажется, все это слишком надумано. Тем более спрятаться в трансформаторной будке, когда кругом столько помещений, ну это абсурдно. Вот эти вот провода были с вот этими кабельными наконечниками. Мы видим свежий слом, а у этого отломили вот медную жинку. То есть они раскурочили нам, по-русски говоря, оборудование 0,4. И попытались их выдернуть, вот эти провода, связанные в пучок. Он поднялся по металлической раме вот наверх и встал верхними ногами. Там вверху напряжение, к сожалению, не можем показать. И так ногами он встал на это, разогнулся. А внутри уже вверху, вот здесь темно, к сожалению, не видно. Вот там оборудование находится под напряжением 10 тысяч вольт. И особенность этого напряжения в том, что оно может поразить прямо по воздуху. И он приблизился на расстояние. Расстояние, минимальное для 10 киловольт, составляет 0,6 метра. Он приблизился ближе и был поражен электрическим током по воздуху. Добавлю, что стоимость пропавшего металла не превышает сотни рублей. Тем не менее, у правоохранительных органов есть вопросы к энергетикам. Почему в трансформаторную будку доступ не был надежно перекрыт? Формально осматривались признаки состава преступления 293-го, часть 2-й. Это халатность. Возможно, замки и были, но они были сбиты ранее. Это уже будет устанавливать комитет. Продолжение следует...